Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. С при великим удовольствием читаю ваши комментарии под моим последним видео, посвященным похудению. Еще раз прошу, ребят, прежде чем просить контакта Алексея, вы смотрите, пожалуйста, внимательно видео до конца и описание под ним. Там все есть. Алексей сейчас набирает очередную группу. Более того, мы с ним пообщались и решили, что имеет смысл для тех людей, которые проживают в США и за границей других странах. Поэтому, если вы проживаете в США, warmly welcome! Пишите свои заявки на мой электронный адрес thequays.gmail.com и, соответственно, я перешлю ваши пожелания Алексею. Если Алексей сможет, он вас включит в эту группу специальную для проживающих в США, для того, чтобы вне очереди начать работать с вами и, соответственно, привести вас в кондицию. Теперь вернемся к теме, которые я хотел бы затронуть. Очень много я получаю разного рода посланий от патриотов, людей, которые совершенно по непонятным причинам попадают на мой канал, хотя изначально понятно, для кого этот канал предназначен. Но, тем не менее, люди с таким упорством, даже не знаю, каким бараньим упорством продолжают доказывать мне, как им хорошо живется на территории России. В связи с этим я хотел бы провести небольшой такой конкурс среди моих зрителей на тему, насколько вы комфортно себя чувствуете и насколько вас все удовлетворяет из того, что вас окружает в России. Что для этого нужно? Все очень просто. Предельно, примитивно просто. Все познается на сравнении. Я уже обратил внимание, что наибольший гнев патриотов в Великой России вызывает как раз именно те мои видео, где я провожу такие сравнения и параллели. Там люди прям готовы чуть ли не лично приехать в Америку и меня убить. Вот. Поэтому давайте в эту игру дальше сыграем. Что для этого надо? Любой человек, который смотрит мой канал. Просто пусть выйдет на улицу. Обычный ваш дом, где вы живете. И просто сделайте пару фотографий, что вы каждый день видите из своего подъезда или из своей двери. Кто-то может в частном доме живет, кто-то в панельном доме, кто-то еще где-то. Просто вышли, взяли фотоаппарат, взяли телефон и сделали пару кадров, что вы каждый день видите с порога своего подъезда. И я сделаю такую весьма прикольную нарезочку. И потом покажу на сравнении, насколько вообще уместно разговаривать о комфортности проживания. И насколько, может быть, люди не понимают понятие комфорт. Что такое вообще комфорт. КОНЕЦ 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 Так что вот такой вот я конкурс объявляю среди своих зрителей. Человек, который пришлет самые трэшовые фото. Я найду способ послать какой-то специальный приз ему. Специально, если он, естественно, в России проживает. Ну, надо как-то это стимулировать. Вот такая возникла у меня идея. Вам хороших выходных. И я постараюсь смонтировать несколько видео из архива своих старых поездок. И еще будет специальное видео, посвященное американским комиксам. Буквально вчера мы с женой были опять в библиотеке. Я взял себе несколько комиксов почитать. И весьма интересной возникла у меня мысль про американские комиксы. Да вообще про комиксы рассказать своим зрителям. Многие считают, что комиксы это исключительное развлечение для детей. На самом деле нет. Комиксы, оказывается, есть и для взрослых. Очень серьезные. То есть эти книжки. И их интересно смотреть. Особенно, если вы изучаете английский язык. И если вам тяжело читать какую-то серьезную литературу. В принципе, можно начать из комиксов. Потому что то, что вы не понимаете. И чтобы каждый раз в словарик не лезть. Вы можете, оперируя той словарной базой, которая у вас есть. Просто многие слова уже домысливать. И уже они у вас как-то в голову входят. Так что про комиксы я еще сниму отдельное видео. Ну а вам хороших выходных. И надеюсь, что я смогу еще пару видео выложить. Удачи. И здоровья вам всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok